Чё, пишет? Пишет. Всем салам, ребята! Смотрите, куда мы приехали. Хенды Калкаман. Мне мой товарищ Рустам позвонил, говорит, давай уже тесте что-нибудь, не только легковые тачки. Я говорю, в плане, в смысле? Он говорит, коммерческая техника же есть. Я говорю, а мы собираемся это делать, ребят? Мы будем тестить коммерческую технику, пикапы. Я хочу на грузовичках прокатиться. Вот сейчас с Хиной договариваемся о тесте. Также на мотоциклы я на мотоцикле езжу, и поэтому мы будем тоже проводить тесты мотоциклов. Их, конечно, не так много у нас представлено в Казахстане, но будем. Сейчас я, кстати, приехал вот на Ки, на корейском автомобиле, но не на Хенды. Потому что она для теста. Кстати, тест скоро выйдет, поэтому давайте будем тоже смотреть, лайкать и подписываться на канал. Сейчас я чуть сразу камеру протру, ребят, сорян. Мы же всё делаем без дублей, без монтажа, поэтому вот всё будет. О, вон Руся уже. Горячо вас приветствую. Приветствую вас, Роман. Добрый день. Позиция у Рустама сейчас менеджер по корпоративной продаже. Я так понимаю, легковая и коммерческая техника. Да, точно. Мы сейчас Санта-Фе тоже будем тестить. Мы вот заберём её, как её только сниму, с подиума, с центра. Может быть, здесь у вас возьмём. А сейчас у нас... Вон она. Сразу посмотрите. Красавица Hyundai H350. Да, сразу, смотрите, горбик наверху. Я так полагаю, это печка-кондёр дополнительно назад. Да. Чтобы компрессор не напрягался. Диоды. Давай сразу ключики откроем. Так, ключики, пожалуйста. Так. О, смотрите, на коммерческой технике какой ключ. Их даже два. А, отдельно, видите, открываются задние створки. И отдельно можно открыть отсек. Давайте сейчас мы... Пока залазить не буду сюда. Хочу посмотреть на оптику. Ну, смотри, красота какая. Да, диодная оптика. Есть из-за длины автомобиля. Боковушки у нас, да, идут. Габариты. 16-е колёсики. Здоровые. С очень высоким профилем. Накачаны в хлам. По-моему, надо будет давление потом промерить, потому что, возможно, здесь транспортировочное давление. 235-65. R16. Задний привод. Слушай, он здоров. Сколько посадочных? Данный автомобиль 16 плюс 1. То есть 17 посадочных. 16 плюс водитель. Слушай, нормально. У ХС-а меньше? У ХС-а меньше, но есть ХС, который побольше. Ну, ХС сам по себе дороже. Слушай, ну они разве такие высокие бывают? Нет. Ой, сзади привиделось, знаешь что? Диско четвёртые. Да, это модель, которая у нас и на скорую помощь тоже есть, помнишь? Да, 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 да. Слушай, ничего. Проходи, хочешь отсюда, хочешь оттуда. Давай, я оттуда, ты отсюда. Давай, да, давай, слушай. Здесь же главное пассажиры, поэтому давай в пассажирский зайдём. Ещё раз протремся. Ну, сорян, дождь в Алма-Ате, блин. Алмата нас просто убивает своей весной. Вот пассажирская дверь. Здесь все необходимые поручни, очень удобные для подъёма. Вот я со своим ростом метр девяносто два, пожалуйста, стою спокойно. Давай-ка, давай-ка мы это. Мы же что, у нас же академично всё. Мы же чёткие пацаны. Опа! Давай! Сориентироваться, прикинь, не может. 1913! Охигеть! Да. Ну, реально нормально. 1913, это точно. Так, давайте выключим её. Что-то она глючит в последнее время у нас. Надо батарейку сменить. Так, здесь, смотри, здесь багажные полки. Здесь регулируемые подлокотники для пассажиров. Раз положение. Раз. И второе положение. Сиденья опускаются. Сиденья опускаются, спинки сиденья регулируются по градусу, по углу. Ну, давай, допустим, я вот сел, да? Так. Всё, сел, подлокотник себе выставил. Спинку себе опустил. И кайф, и кайф. Слушай, это уже аксессуарка, да? Это всё заводское. Серьёзно, шторки. Да, 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 это всё с завода. Так, машина производится. Машина производится у нас. Hyundai Auto Trans на Бухтарминской, кто помнит. Так, что мне нравится? Первое. В командировках мы часто ездим, и нас встречают в дорогих автомобилях, но часто это бывают также спринтеры. И мы там подмечаем, что, во-первых, смотри, по вентиляции, я смотрю, на каждый ряд идёт. Да, смотри. Да, вентиляция, кондиционер здесь очень хорошо работает. Жаркую погоду. Слушай, подожди, сверху же ещё вентиляция. Здесь она регулирует. Ты можешь закрыть, ты можешь направиться. Что очень удобно. Не надо вот это поставить. Водила, выруби там, или водила, сделай сильнее. Холодно или жарко. Потом, что мне нравится? Есть колоночки на звук. Да, музыкальные колонки здесь стоят 4 для пассажирского отсека и 2 в дверях для водителя и пассажир, сидящего рядом с водителем. На самом деле, очень хорошая альтернатива, потому что у него есть конкуренты только Volkswagen Crafter. Мы его редко видим, потому что он ахово дорогой. Чтобы вот так оснастись, ты полгермании, короче, купишь. Да, либо это по карману когтюбе или каким-то организациям вроде. А Multivan не та история, не те места. Multivan это совсем другая машина. У него ещё есть конкурент Sprinter. Тоже очень дорого. Дорого стоит. Поэтому качество, цена, безопасность, надёжность. Слушай, основательно, да, как вот это? Это и есть на самом деле Hyundai H350. Не нравятся вот эти сиденья. Во-первых, я заметил только узкие, тоненькие спинки. Это вот чуть-чуть, знаешь, вот в самолётах есть. Таких в лоукостерах, когда сзади ещё Ricara пишут. Сюда свеженькие самолёты, как бы, перешитые по мебели. По приколу, по приколу. Так, чёрт тут ещё. Как ты видишь, такой антивандальный пол, который очень удобен для чистки. Никакого коврована, ничего. Ну да, это как у нас есть друзья, которые на Алаколь в автобусе едут и всегда выбирают задний ряд. Да, да, да. И потом ещё сверху водителю пятёра доплачивают, потому что там в хлам всё, пока на Алаколь доезжает. Да, да, да. Так, давай посмотрим. Обычного водителя должна быть снизу стоечка, где панорама у нормальных машин включается, выключает. Так. Что это такое? Так. Так, это здесь. Вот она. По четыре диодика. Нормаз. Вообще, кайф. Отсюда, кстати, ты... Так, приятный, не жгучий свет. Он может даже на ходу водителю никак не мешает. Люк. Так, смотри. Здесь аварийный выход. То есть, вот здесь мы видим значок, что это в случае, не дай бог, переворота, аварийный выход. Вот молоток для того, чтобы разбить. Также можно использовать его как люк. Открыть в этом положении. Четок вентиляция. Или открыть в этом положении. Смотри, на сеточке всё сделала уже. И закрыть вот так. То есть, два возможных. Так, у каждого есть ремни, соответственно. Да, конечно, ремни безопасности. И вообще, машина по безопасности и по качеству очень серьезный автомобиль. Так, здесь задний привод у нас стоит. Мотор... Подожди, подожди, подожди. Так, мотор дизельный вижу по тахометру. Мотор дизельный, мотор очень хороший. Турбо-двигатель. Очень тяга приятная. Если ты помнишь, у Крафтера и у Мерседеса вообще бешеная тяга. Это автомобили, которые по немецким автобанам 160-180 км в час лекает. Данный автомобиль очень похож по динамике разгона. Но у нас нет просто таких дорог, на котором можно было провести такие испытания. Капить. У нас есть такие водители, но у нас нет таких дорог. У нас есть такие водители, но нет таких дорог. Слушай, вот это поручень, получается, для передних пассажиров, да? Да, это поручень для передних пассажиров. ограничивающие водителя ложиться или мешать пассажиру который здесь водитель короче здесь конкретно водитель водитель здесь водитель давай вперед сядем слушай ну да симпатичный мне нравится что большие зеркала двухсекционные да да вот здесь с большой диоптрий идет поудобнее чтобы было смотреть ширь так а ну-ка давай ка включу чем смотрим о 5 диодов 5 диодов так ну чё здесь как обычно у нас вот это вот полочка close open здесь складывать можно что-то чтобы скрыть от взглядов по дальнобойным и так нет на самом деле это ящик для для вот этого всего блок предохранителей складывается туда все что в аварийном случае это что тоже идет в нагрузку к машине идет в комплекте да есть танкрат треугольник огнетушитель и аптечка смотри сюда выведен динамик поворотный не знаю зачем может чтобы для пассажиров сейчас снова мы протремся ребят потому что вам было все видно так посмотри заметь отделку салона твое сиденье вообще как она отделана очень приятно не по коммерчески да не по коммерчески да никаких тряпок ничего очень все красиво сделано очень качественно здесь также ты видишь все кнопки все приятное на ощупь и а есть из биха слава конечно слава хендер конечно хендер прикольный по карабасик такой кстати вот оно управление печкой и кондиционером хит дело клёво и здесь управление для водителя и рядом сидящих пассажиров подлокотничек есть регулировка по высоте маленький кармашек для большой бутылки двухлитровый сюда точно залезет уже видно можно не сравнивать даже сверху кармашек здесь тоже есть своя зарядка вот смотри еще ниша потом вот они эти традиционные полки для доков здесь есть возможность установки себе шки радио себе сюда можно установить маленький экран небольшого совсем теле короче главное что здесь пробита дырка и есть коммутация правильно то есть тянуть не надо будет ничего глонасик вот такой вот чё по приборочке проедемся хоть по территории посмотришь как эта машина едет она очень приятная задняя скорость еще вибрации это руле и на коробке тоже нет дизельный мотор этот он под наше топливо очень хорошо работает так ночью автобус 32 3132 то есть для коммерческой техники очень короткая речка можно попросить тебе подержать конечно о все есть и по вылету ядрит мадрит не расположение автобусная да то есть вот наклонено к горизонтальной плоскости но это же кайф сидишь удобно да спасибо по сидушке мне нравится то что вверх есть регулировку это же тоже реально не во всех есть вот напишите где это есть что мы с коммерческой техникой это связаны только нашим дальнобоем там нашими сериями на колесах смотрите пересматриваете как я это делаю постоянно но надо этим заниматься слушай на канале надо мне кажется да очень много тест-драйвов автомобилей ты проводишь на твоем youtube канале практически все что продает hyundai из это кстати самый топовой серии акцент там люди наши люди любят hyundai hyundai это марка номер один нужно отдать должное автомобили очень качественные ты сам в этом убедился и недорогие и очень приятно это не потому что я продаю хендер я говорю это потому что это правда так сказать все вперед это задняя скорость да это вторая может трогаться со второй скоростью да это грузовая тормоза дисковые дисковые тормоза кайф это не я сейчас почувствовал это я читал про эту машину да подглядывал в тех спецификацию парень это категория d1 у нас да потому что пассажирка категория d1 потому что превышает пассажирские сидения категорию b да можешь повернуть вот так направо и вот сюда налево может может прямо проехать если тебе это нравится давай посмотрим большой проедем вокруг вокруг автосалона к приехала новых тачек новые тачки не успевают приезжать их тут же раскупают и приезжают еще новые тачки коллега вот наш автовозик который теперь займет тебе проезды ты не сможешь проехать я так думаю но если он поступит грамотно то он проедет вперед и ты сможешь проехать но он так не сделает сложно да да он просто приехал грузиться поэтому слушай офигенно и назад принципе обзор видно через большие огромные окна а куда заметно они действительно здоровые то есть не пожалели здесь пространство по зеркалам в принципе все удобно кстати вот будем проводить если захотите мы тесты коммерческой техники и даже вон мотоциклы ты что же на мотоке ездишь да давайте тестить вот такие чё лето то скоро уже придет тестить мотоциклы конечно же хорошо но что касается данной коммерческой техники мне кажется сейчас в такое время пандемии вот непонятных путешествий путешествия по казахстану набирают все больше и больше оборотов все в туркистан все там сколько денег туда вшатали ну вот скажи мне насколько приятно смотри вот вот момент да блин как удобно на ней ездить огромный телевизор зеркала вот здесь сейчас посмотрим что у нас по радиусу офигеть у проедем проедешь 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 проехал великолепный радиус разворота у этого автобуса а коробочка у нас идет на 2 собачки короче вот помните да вот эти все газели мазели ой газели грудель ики все праворульные вот эти провонявшиеся сиденья прокурено все и вот мы катаемся на курсай там куда хочешь понятно ну там типа полный привод который пахтит как бы ну есть там проблемы загруженная делика это вообще не самое лучшее решение для безопасности на дороге я когда ездил на курсай недавно дорогу так узел что можно реально на ferrari проехать взять не знаю ferrari италия 450 как называется италия не суть не можно на ней про поэтому вот эта тачка стоит сколько ты сказал эта тачка стоит 19 миллионов 800 то есть крафтеры там это далеко за 25 нормальных это ну да если она она дешевле своих конкурентов и она ничем не уступает в качестве на самом деле хенды нужно отдать должное они очень хорошо поработали последние годы над своим продуктом и все как ты видишь руль там без всяких я вижу здесь корпоративный корпоративный стиль да тут понятно делать все по коммерчески попроще но в целом тут она все хенды и она читается здесь система стабилизации бар заднее переднее открытие смотреть ребят коммерческая техника видели на чтобы открывалась автоматом я я не знаю что я мало чего еще сказать вот идеально за 19 купить вот давайте бизнес кейс оставим сразу как это делает ирланд ажибаев фейсбуке подсказывает многие вещи купил за 19 16 человек у меня друг гони вот туризмом занимается вот гони покупаешь его у тебя маршруты все налажены 16 человек везешь в принципе нормально получаешься этого ну мы как понятно дело что тут большие сумки то не погрузишь но маршрут выходного дня выполняет идеально какая там не знаю на канды алаколь капчагай капчагай в южном казахстане вообще 1500 миллиардов локаций реально нормально будет работать по флитам наверное надо участвовать во в тендерах уже забрать хэйс и у эрастаны тоже да мы тоже их видим постоянно сюда много стюардесс вместится да очень много 16 минимум поэтому 19 ну посмотреть спринтер дорого посмотреть да хэйс тоже не дешевый же и там меньше мест там ценник совсем другой да у него в принципе она самая главная у hyundai в 350 это надежность безопасность доступность и качество дизель 2 и 5 это же меньше 10 на шоссе на 16 человек при нашем стоимости дизеля да это адекватно будет и расход акцента блин может попробовать все-таки бизнес кейс делать со скидочкой машину взять у вас заняться туризмом были сколько людей в голове ребят давайте хотите чтобы мы тестили технику во первых первый главный вопрос ну чё я пришел тут по двору покатался реально будет куда-то съездить может быть прикинь подписчиков набрать реально смотаться куда-то все камеры ты прикинь мы там все забросаем всю медику смм мало того если твои подписчики скажут из них если есть очень если есть определенное количество бизнесменов которые занимаются бизнесом доставками базарами продуктами да что бы то ни было у нас коммерческая техника хендэй список ты видел немаленький есть же еще и h1 h1 да но помимо h1 есть и коммерческая техника которая используется для доставки грузов и тогда кажите большая маленькая средняя все это мы можем увидеть на заводе если ты на самом деле скажешь что да это интересно и давай поснимаем я говорю да найдем вход на заводы на территории завода мы увидим всю эту технику и ты увидишь насколько качественная коммерческая техника хендэй это не это не то что было раньше это совсем другое качество это все супер никакими китайцами никакими зубах вода здесь все четко супер посмотри везде по зазору где бы то не было на панели все четко как положено панелька довольно простая информативная машина новая здесь надо будет убрать все вот эти сейчас вот вот а потому что надо будет убрать пленочку давайте если хотите попадем на завод если интересно тесты коммерческой техники то я буду сам садиться за руль вот маленькие грузовички там еще что-то мотоцикла также у нас в ходу пойдут и главное вот мы очень надеемся что на этой машине нам дадут заполнить подписчиками то есть вами как-то мы там выберем алгоритм кто поедет и смотаемся куда-нибудь надо же устраивать надо не просто блогерские встречи когда приходят люди общаются где-то там кофе пьют у нас будет драйв встречи ё-моё поэтому спасибо ребят хенде калкаман сейчас вот буквально по сути договорились когда я на дачу собирался я по пути заехал вот все снял без монтажа кнопку нажал сейчас кнопку еще раз нажму залью на youtube ну и смотрим у нас впереди много разных тестов корейский производитель нас интересует практически в первую очередь сейчас и вот как видно уже и по коммерческой технике потому что ну что у нас есть там хина есть есть по моему isuzu демакс пикапы на самом деле небольшой разлет поэтому было бы уклевать давай давай так ты у нас автомобильный журналист номер один автомобильный журналист номер один должен снимать марку номер один хендэй эта марка номер один у нас поэтому я думаю что как раз вы журналист номер один здесь короче симметричная симметричная это прям как положено все чё ребят давайте пишите обязательно подписан на канал не пропускайте наши серии гармония масленникова и hyundai это вообще есть братан спасибо